Сейчас, где ты? Это же на мой проект он представит. Ну, да, на самом деле проект... Подожди, 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 подожди. Начинаем с представления, поскольку я его опоздал. А дальше вы... Меня зовут Шековцев Егор. У меня есть один проект, но мне сложно видеться реализация его за два дня, поэтому я расскажу о нем. И еще один, который у меня в голове возник, пока я на стуле сидел. Вот. Первое, значит, это реализация... Ну, это для рынка недвижимости, то есть это запись... Ну, это реализация Росреестра на блокчейне и возможность в реальном времени быстро, удобно, дешево смотреть историю предыдущих владельцев квартиры. Потому что это очень важно. Почему? Потому что если вы на вторичке купили квартиру, вы никак не можете быть уверены, что, допустим, там, три владельца назад сделка, скажем так, признается ничтожным, вас там через неделю, через 10 дней на улицу выходят. То есть это не очень мне нравится, вот, как сейчас это работает. И, вот, но здесь для этого нужно, конечно, будет взаимодействие с государственными органами, да, то есть это, ну, в частности, Росреестра. У меня есть, ну, кое-какое представление, как это сделать. Ну, не за два дня. Хорошо, а что вы поняли? А в команду, на самом деле, да, если кто-то в команду и требуется, да, это, наверное, ну, бэкэнд, разработчики и протенд, потому что я, ну, не программист, да, но, тем не менее, я предприниматель. Да, и кое-какие средства. А вторая идея? А вторая идея, это тоже я недавно прочитал новость, что планируется введение налоговыми онлайн-касс, да, как таковых, то есть их уже пока что добровольно, в 2018 году это будет обязаловка, вот. Ну, и, собственно, речь идет о следующем, то есть это посттерминал, который бы работал, ну, принимал блокчейн-валюты, да, то есть и так называемая, ну, книга учета, вот для малого бизнеса есть такая книга учета, которая, ну, в тетрадке, то есть вообще в тетрадке, да. Кассовая книга. Кассовая книга, да, то есть, ну, вот этого первых все сделать, чтобы удобно, то есть планшет вставил, да, эти решения уже есть, есть разные там втычки в телефон, да, которые карточкой проводить, ну, то есть какое-то подобное решение, только чтобы можно было оплачивать, ну, большинством валют товары, ну, большинством валют таких, как биткоин, этериум, да, то есть товары в магазине, в супермаркете, то есть у малых предпринимателей. Окей. И туда тоже нужно разработать. Да, конечно, конечно. А, Владиславец, Петрук, Аплодисменты. . АПЛОДИСМЕНТЫ Parliament.